Добрый день, дорогие друзья! Владимир Путин все-таки назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля. В общем-то, эта дата ожидалась, она предсказывалась, но теперь она вызывает настоящее возмущение. Вот давайте перенесемся немного назад. В 15 января 2020 года Путин заявляет об изменении Конституции. Считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. Тогда первая мысль, первый вопрос большинства из нас был, зачем? Почему ему вдруг так потребовалось менять Конституцию? Почему именно сейчас? А затем началась гонка. Тут же появилась рабочая группа по поправкам из прыгуни в высоту и казачьих атаманов. Выяснилось, что и поправки-то у Путина давно готовы, и ДУМ-то готовы их тут же принять. И вот тут к вопросу, зачем, добавился вопрос, а почему? Почему такая гонка? Куда спешим? Что это вот, хватай мешки вокзал, отходят? Надо признать, что многое прояснилось после знаменитой Терешковской поправки. Или если этого потребует ситуация, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность. Ну, здесь ответы-то нам все подоспели. Мы, в общем-то, о них и раньше подозревали. Ну, здесь прямо напрямую нам ответили. Зачем поправки в Конституцию? Чтобы снять ограничения по срокам для Путина. И он мог остаться у власти после 2024 года. А почему такая спешка? Ну, чтобы поправки вступили в силу до 9 мая. Тогда под предлогом 75-летия Победы можно будет затащить на трибуну Мавзолея парочку западных лидеров, типа Макрона и Трампа, если повезет. Западники, они же наивные. Они ведь правда будут думать, что приехали в гости к российскому народу праздновать победу в войне против фашистской Германии. А Путин всем продаст эту картиночку, как поддержку западными лидерами своего обнуления. Кстати, Путин очень любит рассказывать про Запад всякие разные страшилки. Но на самом деле мнением Запада он дорожит, западных лидеров обихаживает и свою легитимность черпает от них. Ну, собственно говоря, не только легитимность, у него и дружки на Западе денежки хранят, и проводить время там очень любят. Сейчас-то ясно, что многие западные лидеры 9 мая в Москву не приедут. Главная проблема для всего мира сейчас – это эпидемия коронавируса. В смысле вот не этого коронавируса, а другого. Уже несколько недель коронавирус – это вообще единственная тема в европейских новостях. В политической повестке, в бытовых разговорах. Ну, и у разных стран мы видим разные подходы. Во Франции и в Италии почти чрезвычайное положение. Даже войска на улицах. Трамп обещает за любые деньги купить американскому народу вакцину. Он даже с немцами по скандалю. Борис Джонсон каждый день вместе с своими медицинскими советниками выступает с разъяснением своей стратегии коллективного иммунитета к вирусу. Многие из-за этого на него ругаются, но мне подход, в принципе, кажется справедливым. Разные стратегии, разные подходы. Но все сходятся в одном. Для предотвращения неконтролируемой пандемии людям нужно избегать необязательных социальных контактов, не собираться группами, не принимать участие в массовых мероприятиях. А что в этой ситуации делает Путин? Ну, конечно же, объявляет всенародное голосование по своему обнулению на 22 апреля. Причем именно на конец апреля, начало мая многие специалисты предсказывают пик эпидемии. Он что, не знает? Хочется спросить, а что такого срочного для страны в этих поправках, ради чего стоит рисковать стариками? Почему крепкая, вставшая с колен российская государственность не может отложить на полгода обнуление Путина? Смотрите, нынешний коронавирус – это достаточно хитрая штука. С одной стороны, эта болячка похожая на обычный грипп, чуть более заразная, дающая чуть больше процентов осложнений и чуть большую, к сожалению, смертность в этой связи. Но в целом, очень похожа на обычный грипп. Для каждого отдельного человека коронавирус лишь на пару процентов страшнее вот этого самого обычного гриппа. Так в чем дело? Мы же не вводим карантин или военное положение каждую зиму. Мы даже на работу с гриппом ходим и по миру летаем. Но все меняется, когда мы начинаем говорить не об отдельных людях, а о населении в целом. К сожалению, наиболее частое и наиболее летальное осложнение от коронавируса – это пневмония. При гриппе, к слову, тоже такое бывает. Но здесь просто чаще. В редких случаях, особенно для пожилых людей, пневмония – это тяжелая. Опять же, для отдельного человека это не так страшно. Ну, положили в реанимацию – неприятно, но бывает. Подключили вентиляцию легких – тоже достаточно рутинная процедура. И, скорее всего, через пару недель человек будет на ногах. Вот только количество аппаратов искусственной вентиляции легких и палат интенсивной терапии ограничено. А без них, вот в этой вот ситуации осложнения, вирус становится по-настоящему опасным. Вот вы знаете, сколько в вашем регионе аппаратов искусственной вентиляции легких? А сколько врачей, которые умеют ими пользоваться? А сколько палат интенсивной терапии? А какие из этих ресурсов уже задействованы в лечении других тяжелых пациентов, больных отнюдь не коронавирусом, но их же тоже убивать не сбудешь? Самая тяжелая ситуация с коронавирусом в Европе сейчас в Италии. При этом итальянская медицина считается весьма неплохой даже по западным меркам. И вот в настоящий момент итальянским врачам каждый день приходится делать выбор, кого спасать. Более тяжелых стариков или более молодых, но с лучшими шансами. Поскольку даже там оборудования, к сожалению, на всех не хватает. Именно поэтому главные усилия всех стран мира состоят в том, чтобы не все заразились одновременно. Хотя в конечном итоге переболеют 70% населения. Но это в конечном итоге. А сейчас важен карантин для заболевших и находящихся в группе риска. Важны запрет мероприятий. И поэтому, собственно говоря, просьба по возможности сидеть дома и соблюдать социальную дистанцию. А какая тут социальная дистанция, когда вдруг приспичило обнулиться? На словах-то Путин очень любит заботиться о гражданах. Смысл всей нашей политики – это сбережение людей. Умножение человеческого капитала как главного богатства России. Особенно Путин заботится о стариках. Мы должны развиваться. Должны преодолеть бедность. Обеспечить достойную жизнь для людей старшего поколения. И сегодняшних, и будущих пенсионеров. Тогда какого черта собирать именно их на самом деле, как мы знаем, на объективно необязательное сейчас голосование? Вы что, хотите на практике выяснить, насколько эпидемия реальна и хватит ли на всех аппаратов вентиляции легких? Или что? Или и без того позорное голосование решили проводить онлайн силами пригожинских троллей, обходом социальных работников, продукты в обмен на голос? Впрочем, какие продукты, какой обход? Сами напишут, опыт есть. Но даже вот эти вот показательные выступления – это и то риск. В путинских поправках в Конституцию говорится об объединенной тысячелетней истории Российской Федерации. Вот тысячу лет российская история длится, а подождать полгода, пока эпидемия закончится, не сможет. Или Путин не понимает все-таки возможной опасности? Понимает, конечно. Вот даже совещание с правительством провел. Вместе с тем необходимо учитывать все аспекты, связанные с рисками возможного распространения инфекции. Тогда почему голосование не переносится с 22 апреля на, к примеру, осень? Ведь на словах Путин так переживает за граждан. Безусловный приоритет здесь, безусловно. Хочу это подчеркнуть. Это здоровье и безопасность граждан. Давайте еще раз. У нас есть ситуация на одной части, на одной чаше весов набор, честно говоря, несрочных и необязательных, никому не нужных поправок. В чем срочность фиксировать в Конституции брак как союз мужчины и женщины? Или веру в Бога, переданную нам предками? Даже в так называемых социальных поправках нет никакой срочности. Пенсии после поправок больше не станут. Или вы сомневаетесь? А зарплаты? Думаете, вам повысят зарплаты после Конституции? Да нет, конечно. На зарплаты гораздо больше путинские фортали на нефтяном рынке влияют. Так в чем дело? Путину так не терпится продлить свою власть, получить шестое-седьмое президентские сроки, застолбить за собой трон до 2036 года? А почему это кровь из носу надо делать прямо сейчас? Вообще-то до следующих выборов еще 4 года, есть время, чтобы обнулиться. Или Владимир Владимирович так не уверен в себе и в народной поддержке, что боится не обнулиться через полгода? Странная какая-то ситуация получается. Я прошу и граждан страны отнестись к предпринимаемым шагам с пониманием. Сейчас просто незаменимо востребована наша солидарность, собранность, ответственность и дисциплина. Готовность поддержать друг друга. Те качества, которые позволяли нам преодолевать любые трудности, как это принято в большой хорошей семье. Вот мы все вроде бы одной большой хорошей семье. Только самопровозглашенный глава этой семьи любит решать свои личные проблемы за счет прочих родственников. Я никогда не скрывал свои позиции относительно участия в выборах. В выборах, в голосовании, в прочих политических действиях я никогда не был сторонником бойкота. Но сейчас ситуация просто экстраординарная. Нам приходится руководствоваться не политическими, а гуманитарными соображениями. И я считаю, что оппозиция в этой ситуации должна потребовать от власти и на самом деле агитировать за перенос этого самого всенародного голосования с 22 апреля, ну по крайней мере на более поздний срок. Это голосование становится не только незаконным по форме, оно таким является, и не только направленным на узурпацию власти, а это факт. Оно становится к тому же и опасным для людей. Вот просто сейчас опасным. Теперь мы все знаем, что вирус передается, ну как и грипп, воздушно-капельным путем. И через предметы, на которых он сохраняется до трех дней, некоторые говорят до недели. Я не считаю, что для борьбы с подобной эпидемией следует вводить чрезвычайное положение, запирать всех дома или закрывать все бизнесы. Нет, конечно. Борьба с вирусом – это баланс между медицинскими показаниями и интересами общества в сфере экономики и жизнеобеспечения. Мы не можем, просто не можем остановить всю жизнь на неопределенный период. Людям надо покупать продукты, ухаживать за близкими, работать и зарабатывать, наконец. Я против панических карантинных мер, когда врачи не могут лечить обычных больных, которых достаточно много. В нашем мире только наивный человек может ожидать, что все будут сидеть дома, и в этом доме у него будет вода, электроэнергия, продовольствие, что никто не будет работать, а кто-то, вот неизвестный, видимо из космоса, будет всех кормить. Все это понятно. Все это, к сожалению, обоснованный риск, который нам приходится на себя брать, чтобы мы могли существовать. Но устраивать посреди эпидемии скопление людей на участках для голосования, обходы с ящиками, провоцировать митинги и протесты, чтобы обвинить их участников в пренебрежении здоровьем людей, это все безответственно. И это все, чтобы сфальсифицировать нелегитимное голосование, чтобы просто обеспечить продление личной власти, это просто преступление. Ведь в этом же нет никакой общественной необходимости, а последствия могут быть самыми печальными. Если власть не опомнится, если не отменит своего безумного решения проводить голосование сейчас, то я буду призывать всех просто остаться дома, просто не открывать двери для этих идиотов с ящиками. Да, это идет вразрез с моими убеждениями о необходимости активного участия в политике. Ну, жизни стариков дороже. В конце концов, не проголосовать за путинские поправки, как я уже говорил, это тоже форма выражения политической позиции. Не такая четкая, как голосование против, но уж у нас такая ситуация. Сейчас важнее просто сохранить себя и своих близких. Ученые говорят, что вирус со временем теряет свою патогенность, поскольку мутирует не в ту сторону, чтобы убивать больше людей. Это задачи, которые люди перед собой ставят. Вирус, он мутирует в ту сторону, чтобы лучше распространяться. Чем люди легче болеют, тем они, увы, лучше распространяют этот самый вирус. Он в эту сторону и мутирует. Таким образом, к концу лета, либо Запад наладит выпуск вакцины, или человечество само снизит патогенность вируса до уровня обычного гриппа. Ну, или произойдет и то, и другое вместе. А до этого нам надо просто уберечь наших с вами стариков и тех, у кого проблемы с иммунитетом. Так вот, берегите себя. Счастливо вам. Счастливо вам.